Друзья, как вы могли пометить, последним часом украинский шоу-бизнес трусит, лихорадит, горячка, мороз, что-то распадается, что-то изменится, группа Дантес и Олейник перетворилась на дияфильмы в армии замены, в паранормальных заменах солиста, Мика Ньютон поменяла продюсера. Привет, Потап, как дела? Юмористических шоу и ведете передачи, точно так же и я в музыкальных проектах делаю разные вещи, поэтому Потапа, друзья, это вот, собственно говоря, часть этой команды замечательной, друзья, мои друзья. И на самом деле это открытый проект, в котором принимают участие музыканты, всех, кто хотят. Всех, кто хотят. Мы хотим, и вы принимите участие. Потапа, друзья. У нас уже есть песня, но и не спевал, можно его нагадать. Ну, в Притула отдельный кастинг у нас. Потапа, можно сразу по теме? Да, ты сказал, что могут принять участие все, кто... Ну, практически все, кого... Мы готовились просто. Пробачь, пожалуйста. Тут у нас такая история была. Притула, поясни. Дело в том, что рік тому у нас в гостевом студии была одна дуже потужная особистость. Виконавеца с великой литери. Людина, которая формировала своего часу, не скажу, что украинский шоу-бизнес, но была зеркою саме украинской эстрады. Автокафета, красивая женщина, незамежная. И она сказала, что у нее есть великая... Вауга, что она сказала? Пряма мова. Пряма мова. Да, тупим, тупим. Зараз, зараз. Притула, говори, говори, говори. Алла, тут лай. Алла, тут лай. Алла, тут лай. Она сказала... Санчес. Саня, скажи, ты уже, что она сказала. Нет, давайте, потому что... Чекайте, я хочу дослівно цитату. Дослівно цитату не передам. Саша, то шо, мы запускаемо чи не? Тихо! Настя Хрещенеця каже. Ух ты, класс. Что ты же... Так я, что ж тут думать того? Саша не поправит звук, и не поправит. То в двух словах собираю так. Алла Кудлай попросила... Ну, слушайся, давайте сделаем. Все, давайте... О-ау! Люди чують. Ко, никуда не динемся, бо твоя половинка, ну, там, концертна половинка, то вона твоя решеница. Решеница. Все, мы тебе взяли за слово. Все, короче, у нас казалось... Там все будешь по телеку все выучить. Я запропонуваю, скажу, выходить по ТАПу, скажи, там, я был в Москве, а мы долго не виделись. И тут вы такая, красава женинка независная. Она скажи, класс, мне не сподобалось, давайте сделаем. Давай сделаем з ней з Алла Кудлай. Но до этого еще, до актуинской эстрады бывших участников территории А, я еще доберусь. Наверняка будет не только Алла Кудлай, Аквавита, Астрая, Карина Плай. Все имена, которые гремели по всей стране. Левко Дурко, Андрей Миколаевичу, Фантом 2. Пока что Саша Стеганова с группой ВУЗВ, только у нас участвует. На этом еще открытый проект, пожалуйста, приходите, мы вас слушаем ваши песни. Ну, Олю можем так взять, просто постоять на сцене. Как бы я в Нино спевать? А там не надо, там надо. Вот мы просто прикалываемся по-своему, просто немножко поднадоела одна бра. Скажите, ну Настя здесь на неображенном, вы дали с тобой працюе. Завтра мы снимаем новый клип на саундтрек фильма. Представим, что Настя вот здесь. Настенька. Привет, Настя. Кудрява, так классно, зачастую другую. Настя, не обижена, она первый фанат этой группы. Мало того, что она принимала участие в съемках клипа «Мори пенницы», кусочек сама снимала как оператор, поэтому мы друг друга поддерживаем. Вполне возможно, что и будут Настяны проекты чуть попозже, пока я в облом писаться с ним. Взагалі Настя може и каву при Насте. Да, абсолютно нормально. У нас такого нету, кстати. Суперзвезды, суперзвезды, все равны. 20 человек работает, и все дружат как одна команда. Как вы, да, я так понимаю? Да. На лизь до меня. Ладно, жертва. На люди, давай. Я хотел еще запытаться. Вышел новый клип с Верой Брежневой. А вот это такой новый экспириенс. Она такая дуже огромная. По кипонку готовится в муку. Что-то мутать, мутать, бачишь? Пытание. В лоб, скажи. Да я уже ничего не хочу питаться. Ну, с Верой Брежневой вышел клипчик. Да, новый экспириенс. Это просто, опять же, в рамках моего сольного проекта я записываю песни с тем, кем хочу. У меня там на очереди Лепц Киркоров, там пацаны, с которыми я дружу, Вера Брежнева, и с Настей тоже будет песня, с пацанами. Это просто, опять же, музыкальный экспириенс. Я хочу всей стороне сказать, не переживайте, Потап и Настя останутся вместе. Все нормально, все отлично. Просто мне чуть-чуть надоело, что меня воспринимают, как только участникам Потапа Настя. Мы еще делаем много музыки. Вот, до хлопца, за питание, все же таки Потап с вами экспериментует. А я не разговариваю. Не хвилюйтесь, вы будете... Кроликами. Кроликами, підопечными. Кролики. А, yes, рэпбит. Yeah, рэпбит. Как пацаны упрэймут в передаче, Дима, все время. Не, мы собираемся все вместе на студию, навременно разрабатываем песни, вместе их пишем, вместе делаем романжировки. То есть это такой процесс, который не видно за кадром, но там жизнь бурлит намного ярче, чем на сцене. Плюс ребята работают, это спада по Монастя. Это вся команда, которая остается за кадром все время. Почему бы не стало время показать всех, кто работает? Слушай, ты проведу недавно какую-то конференцию, которая была присвячена авторским правам, служебным правам и так далее, оформлению интернет-магазинов и тому подобное. Ты особенно веришь, что когда в этой стране авторские права будут оплачуваться по всех напрямках? Звучание твоих писаний в маршрутках, в ресторанах, скачки с интернету и так далее? Скажу тебе за полторы минуты, которых осталось до конца эфира, я верю, потому что когда-то никто не верил, что будет продаваться мобильный контент. Точно так же я верю, что нужно воспитывать культуру, продажи лицензионной продукции. Не переучивать, а просто предложить хороший продукт в интернете за копейки. И люди будут покупать. И всем это выиграем. И у нас будет нормально, наступят времена в шоу-бизнесе. И у вас, и у нас, когда вы сможете выкладывать какое-то видео в интернет, продавать его, или люди смогут подписываться, я верю в это светлое будущее. Украина в парад. Респект. Знаешь, что я сделал в этом направлении? Я куплю диски всех моих друзей, которые выпускают. Лицензионные. Лицензионные диски. Мне просто самому приятно. Boombox, Ocean Elze. А почему на концерт, когда ты позвонил, сделайте мне пару проходов, а не купил больше? Так я взяли текарки черным сходом, а ты не выисел. Все гроши потратил на диски. На квиты. На квиты. Я купил тебе квиты, пацаны.